Давайте сначала с определения. Что такое метод? Метод это имеющее имя, какая-то группа операций, группа команд, группа действий, которая предназначена для того, чтобы структурировать код и позволять этот код переиспользовать в разных частях программы. Можно написать, конечно, всю программу, просто открыли public static void main и просто подряд, шаг за шагом начали что-то делать. Совершенно очевидно, что что-то серьезное таким способом написать не получится. Или это будет какой-то действительно огромный код. Его называют еще спагетти код. И разобраться, вот если программа относительно сложная, вот если она вот так вот подряд написана, то разобраться, что происходит на каждом этапе, достаточно тяжело. И, соответственно, разбивая программу на какие-то понятные методы, можно структурировать этот вызов. Это раз. И второе, если какие-то кусочки повторяются, да, вот одно и то же действие, три раза мне потребовалось, да, то точно также можно этот повторяющийся кусочек вынести в метод. И теперь для того, чтобы он повторился, просто трижды этот метод вызывать. Так, ну и вот, например, была вот у нас такая программа. И здесь, вот видите, у нас вот вот этот, вот этот и вот этот вот фрагменты, вот они все время одни и те же повторяются. Значит, соответственно, можно сделать вот эти вот повторяющиеся фрагменты, перечислить внутри метода. И теперь нужно дать ему какое-то название. Название метода это то, что пишется вот перед скобочками, да, то есть, ну, в данном случае название метода это будет printWiFi, да, ну или имя метода. Так, теперь, что у метода есть? У него есть какие-то входные данные, которые он принимает для того, чтобы вот что-то делать, да, и есть выходные данные. Вот это, метод, который здесь в качестве примера приведен, он не имеет ни входных, ни выходных данных, да, это вот самый простейший случай. Значит, ну и как в этом случае поступить? Если входных данных никаких нет, то у метода просто ставятся вот такие круглые скобки, да, и в них ничего не пишется. Если никаких выходных данных нет, ну то есть нет результата работы метода, да, то тогда пишется ключевое слово void. Так, ну и вот это слово void обозначает, что метод просто что-то сделает и все, да, то есть он не обязан ничего возвращать в качестве, в качестве результата своих действий. Вот это не всегда так бывает, бывает такое, есть способ передать результаты через входные параметры, да, если входные параметры передать в виде такой объектной ссылки, то вот изменяя то, что внутри этого переданного объекта находится, можно как бы вот так вот косвенно вернуть в вызывающую программу, ну новое какое-то состояние этого объекта. Вот, но чаще всего, если вы видите слово void, оно обозначает, что этот метод что-то сделал, вот что-то, да, то есть и при этом никаких дополнительных вычислений не произошло. Так, теперь, кроме этого, есть еще вот такое слово static, мы про него поговорим попозже, но слово static обозначает, что этот метод относится к классу в целом, да, то есть вот у нас теперь получилось так, что есть два метода, один public static void main, мы знаем, что с него начинаются все выполняемые классы, да, и второй метод это print wifi. Значит, ну и соответственно оба этих метода относятся ко всему классу в целом, и это означает, что для того, чтобы метод main или метод print wifi вызвать, не нужно никаких дополнительных манипуляций с памятью, да, то есть не нужно создавать экземпляр класса solution, а можно просто написать solution, точка, да, и таким образом увидеть все статические, все статические методы, ну и переменные тоже этого класса. Значит, ну и соответственно, какая фишка, если мы из статического метода вызываем какой-то другой метод, да, то вот невозможно это сделать, если второй метод не статический, да, то есть, причем возможно, но нужно будет создать экземпляр, да, то есть вот экземпляр класса это то место, где можно поставить точечку и увидеть все не статические методы класса. Если же у нас есть вот такое слово static, то такой экземпляр создавать не нужно, мы просто пишем solution, вот где нам нравится, ставим точку и увидим все статические методы этого класса. Значит, причем, если все находится, ну, и вот и метод main находится внутри класса solution, и метод printwifi находится внутри класса solution, то есть короткий способ вызова, да, то есть из другого какого-то класса я бы написал там solution.printwifi, да, и это полное название статического метода, да, вот где он находится и как он называется. Если же мы находимся внутри класса, внутри метода main и вызываем внутренний тоже статический метод solution, да, то вот это слово solution можно опускать, да, то есть можно просто писать printwifi, и это будет то же самое, что если мы напишем solution.printwifi, да, вести себя будет одинаково. Так, я думаю, что с этим более-менее все понятно. Так, теперь вот здесь вот чуть-чуть подробнее все это дело расписано, да, что у метода есть имя, есть входные какие-то параметры, если их нет, то пустые скобочки, да, и есть возвращаемое значение. Значит, ну, мы уже сталкивались с методами, например, мы видели такой метод println, да, и вот давайте посмотрим. У него перед ним, да, вот-вот-вот перед ним не класс написан, да, а написана какая-то переменная какого-то класса. Значит, можно сделать вывод, что метод println не статический, да, если бы было написано что-то с большой буквы, ну, например, mass sin, да, или arrays to string, да, то тогда мы понимаем, что и sin, и to string – это статические методы. Так, еще раз, статические относятся к классу, не статические относятся к экземпляру какого-то класса. Да, но вот конкретно out – это экземпляр класса print stream, и он там вот в классе system уже создан и лежит вот в этом поле out, да, то есть поэтому, когда мы пишем out точка, мы увидим все не статические методы класса. Так, есть такой.